Житель Бендер собирает дома коллекцию тракторов. Один из них – настоящий гусеничный тягач, стоит посреди двора. По вечерам в его кабине пьют кофе, а днем трактор работает музейным экспонатом. Тему продолжит Катерина Воронченко. На подходе к этому дому становится понятно. Человек здесь живет серьезный. Не только модельки коллекционируют. У ворот на постаменте, как памятник, настоящий плуг. Во дворе гусеничный трактор, который, правда, свое в поле уже отпахал. Я купил у одного фермера. Давно? Нет, зимой я его купил. И этот, да? Да, потому что у него был такой же трактор, такого же класса, ДТ-75, но он его продал, и у него остался другой трактор, но он поменьше и колесный, и этот плуг для него не подходит. Поэтому он решил его продать. Он дал объявление в интернете, я нашел, и я его купил. И я его купил по частям, привезли, потом я его здесь собирал. Коллекционер Михаил Яковлевич в свое время и сам пробовал работать помощником тракториста. Тогда, наверное, и полюбил эти мощные машины. Вы работали на тракторе? Я точнее, вот, мой отец работал на тракторе. Вот два лета, правильно сказать, да, я был помощником тракториста у него. Когда я переходил в восьмом классе и в девятом классе, потом этот штат сократили помощники. Трактористы стали одни без помощников, но с помощником производительность была больше. Потом Михаил Яковлевич ушел в спорт. Сейчас руководит цирком в бендерском ДК Ткаченко, а на досуге рассказывает желающим о самых мощных машинах, как это. Понимаете, это для отдыха, я чисто для отдыха, я отдыхаю, он мне, как те же самые, ну, допустим, кто-то любит цветы, да, он любит на цветы смотреть, так, но я люблю на это смотреть. Легенда советского сельского хозяйства Т-74 вмещает солярки в бак, как на четыре джипа, и мощность двигателя во столько же раз выше, поэтому легко вытаскивает любителей бездорожья из грязи. Не буду садиться на место водителя, все-таки это дело Михаила Яковлевича, он знает, лучше сяду на место второго пилота, на место механика. Посмотрим, что внутри. Обычно этим дети занимаются, все кнопки нажимают. Это поворот лево-право, да? Вот это! А сколько тут передач? Шесть. Шестиступка! В доме коллекционера продолжение истории трактора строения, но уже в моделях и фотографиях. Вот, кстати, тот самый Т-74, только в миниатюре. А вот самый первый советский трактор «Коммунар» сделан по немецкой лицензии. Тут вас, наверное, проводят по несколько часов. Да, если я буду все рассказывать, мне надо пять часов. Чтобы было понятно, в тракторном мире 20 классов и различных модификаций, и сотни моделей, каждая под конкретную задачу. Так что в это музей можно пропасть. А сам коллекционер готов рассказывать о любимых машинах часами. Катерина Воронченко и Дмитрий Рядькович, ТСВ.